Сегодня в нашей студии заслуженный врач России, заведующий третьим хирургическим отделением Винновской районной клинической больницы Василий Осокин. С ним мы поговорим о желчекаменной болезни. Здравствуйте, Василий Витальевич. Здравствуйте. Ну и предлагаю начать наш разговор с причин возникновения. Почему, собственно, возникает желчекаменная болезнь? Так, ну, факторов риска желчекаменной болезни очень много. В частности, желчекаменная болезнь развивается по следующим факторам. Это половая принадлежность. В частности, желчекаменная болезнь чаще встречается у женщин в три раза. Чаще, чем у мужчин. Во-вторых, возраст. Чаще встречается в возрасте старше 60 лет. Но также встречается и в юном возрасте, и в очень, так скажем, в зрелом возрасте. Имеет значение наследственный фактор. Потом нерациональное питание, бдительное голодание, беременность. Ну и, конечно, очень большое влияние имеет сахарный диабет. Какие симптомы должны насторожить человека, чтобы он пошел к врачу и проверился, нет ли у него желчекаменной болезни? Что беспокоит? Чаще всего это тяжесть в правом подреберье, возникающей после нарушения диеты. В основном, это когда люди употребляют жирную, жареную, острую пищу. Но не всегда бывает такое, так скажем, мнимое болезнь, когда находится случайно при обследовании больного. В частности, на диспансеризации. Это так называемые немые камни, когда они не дают никаких болевых синдромов. Но и самое частое, это, конечно, при остром холецистите, когда после погрешности диеты появляется резкая болезнь, тяжесть, чувство тошноты, рвоты. Это уже острый калькулезный холецистит. Тогда уже больные, так скажем, сами обращаются за помощью. Как, собственно, лечится заболевание? Это холецистоктомия, то есть операция по удалению желчного пузыря вместе с камнями. В каких случаях она проводится, когда камни есть? Когда камни есть, наличие камней, есть показания к операции. Терапевты часто назначают больным различные препараты, в частности, урсосан, пытаясь растворить камни. Но дело в том, что это очень длительный процесс, и камни, на самом деле, очень тяжело растворить, потому что, зная анатомию человека, и когда мы на операции видим под увеличением чуть видимой артерии, какую концентрацию этого препарата нужно создать в крови, чтобы через эту маленькую артерию этот концентрат был доставлен в желчный пузырь, чтобы растворились камни. Как я говорю, быстрее печень растворится, чем камни. То есть, если есть камни, только операция? Только операция. Это является золотым стандартом. В частности, в последнее время перешли от открытого метода, от лапаротомии, к лапароскопическим методам оперативного лечения. Через проколы? Через проколы, да. Диета, так называемый пятый стол, это ограничение или исключение жирной жареной и острой пищи. И, в принципе, после операции мы рекомендуем 2-3 месяца пособлюдать диету, и потом ее расширять до нормальной обычной диеты. У нас в Ленинском городском округе такие операции проводятся, и где, собственно, вот можно... Значит, лечение желчекаменной болезни лапароскопическим методом Виндовской центральной районной больницы проводится с 1994 года. В 3-м хирургическом отделении эти операции делаются с 2001 года, и за этот период уже выполнено более полутора тысяч этих операций. Достаточно успешно и без каких-либо серьезных осложнений. Значит, в общем, желчекаменной болезни к вам. Да, если можно. В 3-е хирургическое отделение приглашаем. Спасибо вам большое за увлекательную беседу. Ну, а я напоминаю, что в гостях у нас был заведующий 3-м хирургическим отделением Виндовской районной клинической больницы Василий Осокин.